Приветствую вас! Начать мне бы хотелось свой ответ с того, что вы, в принципе, в корне неверные задаёте вопросы. В плане того, что ответ на них, на данные вопросы, вам ничего не даст. Абсолютно. Вот просто-напросто ничего не даст. Почему? Потому что заставляя себя поверить своей жене, вы не делаете для самого себя что-то хорошее, а спрашивая, в чём вы не правы, вы, опять же, начинаете игру в суд. То есть вот, я прав, я не прав и так далее. В мире людей, в мире отношений, не бывает правых и неправых, если это только не подпадает под закон. В мире людей есть позиция человека. То, что он хочет. То, что ему нужно. То, что ему важно. То, что ему ценно. Понимаете? И, соответственно, соответственно, мне кажется, что начинать, начинать вам нужно именно с себя, в первую очередь. Смотрите. Вы говорите о том, что пытаетесь, значит, для своей жены, да, всё сделать. Так вы пытаетесь делать для неё всё, что, ну, в ваших силах. То есть вы её балуете, вы её уважаете и так далее. По факту, это выглядит как обесцениваете себя. То есть вы берёте и обесцениваете себя как человека, как мужчину. Когда вы говорите, что ваша жена яркая, сексуальная и прочее, вы как бы принесаете себя. То есть вы как бы говорите, что, ну, вот она у меня такая, а я вот, я такой. Как бы. И всё. И вряд ли. И вряд ли, вряд ли в этом, вот именно в этой позиции может быть что-то хорошее. То есть ваша жена, скорее всего, да, не чувствует вас как мужчину. Именно из-за этого, из-за того, что вы всячески хотите её, там, ублажить. И это, конечно, весьма и весьма важный момент. Что это? Неуверенность в себе, может быть. Страх. Ну, например, да, страх остаться в одиночестве. Восприятие вашей жены как определённого приезда. Или что-то ещё. Это, конечно, неверно, но при желании, при желании, это можно разобрать. Пожалуйста, поймите, что до тех пор, пока вы позиционируете себя, как догоняющего, партнёр, партнёр, ничего хорошего не будет. Вот. Ну, потому что наша женщина, она хочет проявление мужской силы. Вот. Вы же, если я правильно понял, в себе неуверенны, вот, и искренне занимать доминирующую, точнее даже не доминирующую, а наоборот, ведомую позицию, что ни в коем случае не привлекает вашу жену. И отсюда у неё появляются, собственно говоря, мысли о том, что, значит, ну, что есть вот другие мужчины, да, с которыми ей, ну, как бы, ну, комфортнее. Она с ними чувствует себя в большей степени женщиной. Вот. И здесь у меня, конечно, есть проявление такое, что, может быть, вы целенаправленно хотите сделать так, чтобы ваша жена вам изменяла. Вот. То есть, вполне возможно, что вы направленно хотите, чтобы ваша жена, значит, ну, доказала вам, что вы недостойны её. Вот. Потому что, потому что, ну, ваше вот предложение, да, относительно, ну, относительно того, чтобы реализовать её фантазию, оно именно из этой серии. Как мне кажется. Вот. Ну и, соответственно, это уже признаки ваших собственных проблем. Поэтому, начинать работу нужно не с её, по моему мнению, а с вам. Чтобы вы учились более ценности относиться к себе. Вот. Вот. Вы учились ценить себя, любить себя, уважать. Вот. И не наносить вред. Вот. Следующее. Следующее, что хочется сказать. Это то, что вы ревнуете, что вы за ней следите, что между вами нет никакого доверия вообще. Вот. И, соответственно, без доверия, ну, нельзя построить отношения адекватные. Вот. Поэтому здесь я бы рекомендовал вам, опять же, определиться с тем, а... Ну, почему вы не доверяете... А... Ей. Ей. Почему вы изначально ей не поверили? То есть вы понимаете, что... Ну, нарушили её личные границы, что... Ну, там, следите за ней и... Прочее, 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 прочее. Вот. Что... Неприемлемо. Для отношений, которые... Пропланируются как дорогу. Вот. Это значит, что вы, а... Вам нужно... А... Боитесь её потерять. Ну, так, а... Это нужно раскрывать. Нужно раскрыть то, что стоит за вашим страхом, а её потерять. Вот. По сути. Понимаете? Вот. То есть, что для вас, конкретно для вас, это от начала бы... Дальше. 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 Какой вы мужчина? То есть, находитесь ли вы в... Значит... Ну... В... В... Позиции... Мужской... Такой, чтобы вам она... Нравилась. То есть, считаете ли вы, что это, ну, ваша позиция, считаете ли вы, что вы находитесь на своём месте, вот, или есть сомнения на этот счёт, если да, то какие сомнения, вот. То есть, всё это, всё это, безусловно, нужно разбирать, всё это, безусловно, нужно смотреть, всё это, безусловно, нужно исследовать. Так, значит, ну, дальше вы, значит, говорите, что вы её любите. Как вы проявляете свою любовь, Дмитрий? То есть, я не говорю всегда о том, что вы, значит, ну, делаете для неё всё, что можете, да? Вот. Я говорю сейчас именно о том, как вы понимаете любовь. Что она значит для вас, любовь? Понимаете? Вот. И, соответственно, соответственно, можно будет тут и определить, насколько вы, действительно ли вы любите твою женщину, является ли это созависимостью. Вот. Потому что, ну, очень похоже, вот, в частности, на то, что у вас может быть созависимость. Вот. Хотя, безусловно, да, это тоже не точно и тоже нужно выехать. Вот. Ну, и, соответственно, вопрос к, значит, к вашей жене. Да. То есть, понимает ли она, что у вас проблемы, готова ли она делать что-то для того, чтобы эти проблемы решать. Вот. Это то, что нужно исследовать. Потому что работа с вами – это одно, а работа с ней – это совсем-совсем другое. Другое. Вот. Вот. Сказал, что не будет лгать, а дальше что? Ну, вот. Ну, что дальше? Вы говорите, как не заставить себя ей верить? Зачем? А, ну, нет. Вот и Дмитрий... Зачем вам ей верить? Ааааа... Она все... Для чего? Что вы хотите ей верить? Чтобы что? Вы хотите ей верить? Подумайте. Ведь вы здесь говорите о своих желаниях. Вот. Вы говорите здесь о том, что хочется вам, что нужно вам. Знаете? Какая история. И соответственно за этим стоит неудовлетворенность ваша неудовлетворенность. Ответственность за которую несет ваша жена. Пока что. На данный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. И удачи. Удачи.